Всем доброе утро! Настало время очередной утренней зарядки. Обязательно возьмите с собой водичку и полотенчика, чтобы вытирать лишнюю влагу. И я предлагаю уже приступить к нашей утренней разминке. Начинаем мы ее с приседаний. Будем выполнять с вами 12 приседаний. Приседания классические. Носочки смотрят в стороны, колени движутся в направлении носков, спина прямая, таз отводим назад, как будто бы садимся на стул. Итак, начинаем вдох-выдох. Сразу же переходим к выпадам. Выпады будем выполнять в реверансе. Одна нога уходит по диагонали в бок. При этом таз у нас прямой, он не поворачивается вслед за ногой. Выполняем по 10 раз на каждую ногу. Ноги уже подзабились, поэтому сейчас мы с вами переходим к верхней части корпуса. Мы опускаемся в планку. И будем выполнять прыжки. Ноги в стороны опустили таз. Соединили ноги, опустили таз. Поехали, выполняем 20 повторений. И завершаем нашу тренировку скалолазом. Делаем подшаг ногой к руке. Возвращаемся в исходное, меняем ногу. Делаем 10 раз на каждую ногу. На этом первый круг нашей тренировки закончен. Обязательно запишите себе последовательность наших упражнений. И выполните еще два круга. Желаю вам отличного настроения. 9 июня отмечается Международный день архивов. Впервые этот праздник прошел во всем мире в 2008 году. С тех пор ежегодно в этот день в разных странах проводятся праздничные и просветительские мероприятия. Всем известно, без прошлого нет настоящего и будущего. В нашей жизни архивы играют значимую роль. Именно там хранятся индивидуальные сведения о каждом из нас, о различных юридических сделках, финансовых операциях. Разнообразие архивных источников и форматов огромно. Поэтому архивные данные являются ценным свидетельством экономического, политического и социального развития человечества. Постепенно мировая общественность пришла к объективному решению о необходимости систематизации работы и с огромным наследием из современной документации. В результате 9 июня 1948 года по решению ЮНЕСКО был основан Международный совет архивов. МСА. Фактически, архивные учреждения, как и профессии архивариуса или архивиста, существуют на Земле уже тысячи лет. Но в обычной жизни работы сотрудников архивов, вне зависимости от их региональной и национальной принадлежности, мало кому бросается в глаза. Однако без их знаний и умений не обходится практически ни одна сторона жизни и деятельности людей во всем мире. К архивисту предъявляются высокие требования. Помимо профессиональных знаний, он должен обладать целым рядом деловых и человеческих качеств. Ведь ему дано право хранить памятники истории и культуры неприходящего значения. Овны. Появится возможность решить какие-то старые проблемы, найти ответы на вопросы, давно не дававшие вам покоя. Охотно помогают люди, которым вы когда-то оказали важные услуги, ничего не требуя взамен. Тельцы. Подходящий день для того, чтобы напомнить о себе старым знакомым, восстановить какие-то давние связи. Могут появиться новые задачи, вы возьмете за их решение с энтузиазмом и отлично справитесь. Близнецы. День будет очень плодотворным. Вы энергичны и решительны. Без сомнений беретесь за сложные дела. Прикладывайте массу усилий, чтобы вовремя получить нужный результат. Раки. Начало дня не лишено неприятных моментов. Чаще всего речь идет не только о каких-то трудностях и проблемах, сколько о переживаниях и волнениях. Истинные причины, которых вы порой и сами не понимаете. Львы. Не сидите без дела. Есть шанс успеть очень многое. Решить проблемы, беспокоившие вас в последнее время. Помочь близким. Часто оказываются удачными нестандартные решения. Творческий подход к делам помогает добиться успеха. Девы. Многое зависит от того, удастся ли вам сохранить спокойствие. Под влиянием эмоций легко совершить ошибки, сделать то, о чем позже придется пожалеть. Весы. Вероятны приятные сюрпризы, подарки, а также совпадения, которые окажутся очень полезными для вас. Стоит вспомнить о каких-то старых планах, вернуться к делам, которые прежде не удавалось довести до конца. Скорпионы. Плодотворный день. Вы чувствуете прилив сил и энергии, понимаете, что способны на многое и не ошибаетесь. Можно браться за какие-то сложные дела, важные проекты, которые оказались не по силам другим. Стрельцы. Стоит быть осторожнее. Это не самый простой и благоприятный день. Ваши поступки не всегда хорошо продуманы. Вы чаще обычного торопитесь и можете упустить из виду что-то важное. Козероги. Этот день далеко не так плох, как порой может казаться. Неприятные моменты не исключены, но возникающие проблемы далеко не так серьезно, как вы предполагаете. Водолей. Вас ждет легкий день, удачный и приятный. Он приносит немало хороших идей. Сейчас вы замечаете то, на что прежде не обращали внимания. И делаете из своих наблюдений правильные выводы. Рыбы. Вы со многими находите общий язык, часто с полуслова понимаете окружающих. Едва ли они смогут утаить от вас что-то важное. Вы легко догадываетесь о чужих тайных желаниях и истинных намерениях. Наш быт наполнен устройствами, которые значительно облегчают повседневную жизнь. С каждым разом домашние бытовые приборы все больше и больше усовершенствуются. Уборку по дому могут выполнять роботы-уборщики. Готовить еду умная печь. За количеством и сроком годности продуктов следит холодильник. Разработчики заботятся не только о функциональном назначении приборов, но и о их дизайне. Молодой стартап Коснодизайн решил, что коротать вечерний досуг за журнальным столиком намного приятнее, если добавить к этому аксессуар умных фишек. Так появился компактный футуристический стол с холодильником, голосовым ассистентом и расширенной функциональностью. В нем есть все необходимое. Выдвижной блок с двумя встроенными розетками и двумя портами USB, LED-подсветка, Bluetooth-динамики с объемным звучанием. Но самое приятное, что управлять устройством можно голосом. Например, узнать о погоде, установить будильник. А еще столик оснащен телескопической ножкой с микролифтом, поднятие которой открывает встроенный холодильник с вращающейся камерой, где размещаются банки с различными напитками и закусками. Верхняя грань устройства защищена каленым стеклом, под который установлена LED-панель. Для его управления также предусмотрено фирменное приложение, позволяющее менять характеристики подсветки, открывать холодильник и синхронизировать музыку. Для размещения журналов и различной мелочи вкусно есть и классические выдвижные шкафчики. В помощь по борьбе с пылью и загрязнениями не только дома, но и в поездках разработан робот-чистюля, имя которого говорит само за себя – Cleanse Bot, что в переводе на русский дословно означает «бот-чистильщик». Главная задача этого маленького юркого помощника – борьба с загрязнениями. Компактные размеры и мобильность устройства – его вес всего 220 грамм – позволяет брать робота с собой в поездки. Пригодится он может всем путешественникам. Этот небольшой прибор позаботится о чистоте в салоне вашего автомобиля, в гостиничном номере и даже в палатке. Его можно брать с собой, не задумываясь о дополнительном месте в рюкзаке или сумке. При этом Cleanse Bot не просто умный пылесос, у него совсем другой принцип работы – уборку он осуществляет с помощью ультрафиолета. Для запуска процесса необходимо просто положить робота на поверхность, нуждающуюся в очистке, и нажать «Пуск». Робот оснащен аккумуляторной батареей, заряда которой хватит на уборку небольшой территории. Благодаря оснащению сенсорами робот не оставит ни малейшего участка без своего внимания, а значит за чистоту можно не беспокоиться. В общем, технологии не стоят на месте, а значит с каждым днем у нас все больше возможностей для выбора, чтобы наполнить свой дом умными помощниками, а значит освободиться от забот, время уделить семье и близким. С вами был Илья Чернавин, до встречи в новых выпусках рубрики «Открытие и изобретение».